Подсолнечное масло, рис, мука. Алмаз Усена в долгое время торгует продуктами продовольствия. Как отмечает продавец, тенденции увеличения цен на продукты наблюдается не только в Кыргызстане, но и в других странах Центральной Азии. На некоторые виды товара цены снизились по сравнению с прошлыми месяцами. К примеру, по сравнению с ноябрем прошлого года, цена на подсолнечное масло снизилась где-то на 20 сомов, а вот 5-литровые упаковки подешевели где-то на 100 сомов. Снизились цены и на куриные яйца. Изменение цен на те или иные продукты зависит от того, импортируем мы их или производим сами. К примеру, подсолнечное масло мы импортируем из России, и их стоимость также зависит от изменения стоимости валюты, в данном случае рубля. Но сегодня в целях урегулирования цены на продукты госантимонополия проводит соответствующую работу. Так, на рынках социально значимых товаров проводится аналитика. Разъяснение работы с поставщиками и продавцами, также с производителями. Это вот КНДК, сахар, например. Это мукомольные предприятия. То есть, если вспомнить прошлый год, сроком на год, в августе, было заключено соглашение с мукомольными предприятиями. И это соглашение позволило насытить рынок мукой. Как вы видите, что сейчас муки в достаточном количестве. И в рамках вот этого заключенного соглашения нашим мукомолам предоставлены льготные условия в виде обнуления НДС. И за счет чего вот сейчас не допущено было со стороны госорганов, со стороны действия вот этого соглашения, резкого скачка цен ни на хлеб, ни на муку. Если брать в целом, по итогам прошлого года мировые цены на продовольствие выросли на 28,1% и достигли самого высокого уровня за 10 лет. Такие цифры приводит ФАУ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Одна из причин подорожания – резкий рост цен на энергоносители. Из-за этого выросли расходы на транспортировку и удобрения. Но, как отмечают в Минсельхозе, сегодня продовольственная ситуация в Кыргызстане стабильная и не вызывает никаких опасений. Сегодня страна обеспечивает себе картофелью, молочными продуктами и бахчевыми культурами. Эти же виды продукции Кыргызстан экспортирует за рубеж. В частности, особенной популярностью пользуется мед. Она экспортируется в основном в Китае, Японии, которые очень ценятся, в странах арабских стран. Молочная продукция экспортируется в основном в страны Евразийского экономического союза. Импортозависимые пшеницы, ячмени, сахарные свекла. Урожайность снизилась. Из-за этого мы уже стали импортозависимыми в большее количество. Над этим, со стороны Министерства сельского союза, проработан вопрос. Кабинетом министров выделено в начале года миллиард сомов для ирригационной системы по обеспечению продовольственной безопасности. Также минеральное удобрение. Тоже выделено большое финансирование. По обеспечению регионов минеральным удобрением. Кроме этого, еще одной из причин роста цен стала прошлогодняя засуха. Впоследствии не только в Кыргызстане, но и в соседних странах наблюдалось увеличение цен на основные виды продуктов. Цены на ряд продуктов в Кыргызстане и в соседних странах в переводе на кыргызскую национальную валюту. В Казахстане булка хлеба стоит 30 сомов. В России 23 сома. В Узбекистане 25 сомов. В Кыргызстане от 20 до 25 сомов. Мука 1 килограмм. В Казахстане 70 сомов. В России 32 сома. В Узбекистане 36 сомов. И в Кыргызстане 45 сомов. За 1 литр растительного масла в Казахстане просят 167 сомов. В России 180 сомов. В Узбекистане 178 сомов. И в Кыргызстане 160 сомов. Сахар 1 килограмм. В Казахстане 76 сомов. В России 63 сома. В Узбекистане 71 сом. В Кыргызстане 75 сомов. Стоимость 1 килограмма говядины в Казахстане составляет 495 сомов. В России 627 сомов. В Узбекистане 600 сомов. И в Кыргызстане 450 сомов. За 1 литр молока в Казахстане 65 сомов. В России 73 сома. В Узбекистане 70 сомов. И в Кыргызстане 55-60 сомов. Одно куриное яйцо в Казахстане стоит 12 сомов. В России 10 сомов. В Узбекистане от 9 до 10 сомов. В Кыргызстане 11 сомов. За 1 килограмм картофеля в Казахстане просят 36 сомов. В России 66 сомов. В Узбекистане 42 сома. И в Кыргызстане от 40 до 45 сомов. Напомним, что на данный момент в стране действует программа продовольственной безопасности и питания до 2023 года, которая направлена на реализацию стратегических приоритетов устойчивого развития. Также данный документ подразумевает обеспечение продовольственной безопасности страны и оперативное реагирование на внутренние и внешние угрозы продовольственного рынка республики.